На первом свидании. Есть те, кто просто уверен в том, что эта дорога никуда, и как это мужчина все завоевал, и больше ничего не надо. А есть те, кто считает, что если пошло, значит пошло. И это действительно спор, и по сей день. На первом свидании. Ну, знаешь, я здесь могу ответить с разных сторон себя. Как расстановщик, я скажу так. Если ты с этим молодым человеком встретилась не первую жизнь. Встретилась не первую жизнь. Уже интересно. Слушаем дальше. Ты хоть на первом свидании, хоть на 51-м, никуда не денетесь, потому что у вас куча незавершенки из прошлой жизни. Как энерготерапевт, да, я все равно имею там огромное количество... Энерготерапевт, идти же его в пень. ...опыта в энергетике. Я скажу так. По первой чакре, у нас есть первая чакра, мужчина дает, а женщина берет. А по второй чакре уже начинает давать женщина. Но по первой чакре мужчина дает, это он так или иначе должен сделать конкретные действия. Что такое конкретное действие? Пригласить на свидание, подарить цветы, представить друзьям, что ты моя девушка. Поэтому с точки зрения энергетики, я все-таки за то, чтобы на первом свидании нет. Потому что она должна накопиться этой энергией, чтобы женщина отдала. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Есть единственный ответ, я бы смотрела в свою собственную ценность. Если вы занимаете *** на первом свидании, при этом вы не теряете свою ценность, тогда делайте, что хотите. Просто бывает очень часто так, что девушки, переспав на первом свидании, уже мысленно, через одну секунду, уже не хватало, куклу уже выбирают на автомобиль. Да, вот *** скорее отдалит от автомобиля и куклы. Поэтому здесь так. А если тебе просто физиологически, и с тобой ничего не случится, если он завтра не перезвонит, ну как бы ок. Но глобально, так или иначе, у нас работают родовые кармические истории системы. Единственное, что я под себя добавила. Знаете, я вижу сотни тысяч клиентов, которые после такого секса на первом свидании 20 лет потом забыть не могут этого. Понимаете? Потому что по-любому, когда мы переходим в ***, у нас включаются родовые кармические истории. И если ты действительно с ним переспала, тебе потом грести, грести, ну грубо говоря. Поэтому я бы все-таки начала больше с ценностью относиться к своему телу. Ну не надо сразу всех подряд впускать в свое физическое тело. Ну как будто давайте немножко побольше уважать себя. А че не все слово секс запикали ни по че? Заратустра не позволяет? Кармические эти материи, что ли, не позволяют слово секс произносить или че? Ребята, всем здорова, саночной связи. Энерготерапевт. Я сейчас вот хочу исповедоваться перед энерготерапевтом. Я сам мандолог как бы по образованию, ребята, но тем не менее, хочу перед энерготерапевтом покаяться немножко. Вот просто вот по поводу кармической энергии. Знаете, на днях попытался одарить одну чайку кармической энергией. Ребята, знаете, как это сделать? Накануне вечером наелся горохового супа. Ха-ха-ха. Разных бобовых культур, так даже скажем. Не только горох там был еще. Нут и так далее и прочее, прочее. Ребята, придя на свидание, думаю, как бы, ну что-то как-то, знаете, не клеится, что ли я. Ну, знаете, какая-то такая недомолкенность у нас нет. Вот она стесняется, я стесняюсь. Я думаю, а ну-ка я сейчас подпущу своей кармической энергией. Ха-ха-ха. Ребята, ну так это ж для расслабления надо, как бы, знаете, во-первых, немножко опростоволосился, потому что, ну, думал так, знаете, четко, аккуратно, но получилось немножко спадливое, ребята. Ну, запах, конечно, был не тот энергии, ребят. Ну, печально, конечно, все получилось. Отсюда вопрос. Как теперь бороться с оладиками на трусах, с коричневыми? Товарищ энерготерапевт, пожалуйста, извините за мои откровения, но тем не менее, как бы, мне что делать-то? Товарищ энерготерапевт, посоветуйте, пожалуйста, как бы, и как мне догнать чай еще, которая съебалась прямо через 2 секунды, которая это все увидела. Советуйте, я открыт к обучению.